В Украине 14.00. Вы смотрите новости на седьмом канале. Мы работаем в прямом эфире и в студии с вами Галина Выговская. Добрый день. В понедельник вечером на Молдаванке полиция со стрельбой преследовала грабителей. Пострадали трое полицейских. Пытаясь скрыться на своей машине, злоумышленники задели несколько припаркованных автомобилей. Подробнее расскажет Кристина Немченко. Молдаванка. Улица Южная, угол Разумовской. Группа мужчин заламывает руки за спину иностранцу. Его садят в машину. Задержанный сильно упирается. Позже не дает надеть на себя наручники. Вы что, попроси! Попроси мне, что бы сказал! Сломай! Сломай! На асфальте несколько отстрелянных гильз. Вокруг масса зевак. На обочинах разбитые машины. У Мерседеса спущена шина, погнут диск, разбита фара и поцарапано крыло. Инфинити стояла сзади меня. Потом резко газануло и уходило в ту сторону. И начало стрельбище. Я пригнулся. Начали стрелять. Потом он назад рванул. Я смотрю, думал, отъехать. И он назад ударил задом и ушел. И уехал. Местные жители рассказывают, тут завязалась настоящая погоня со стрельбой. Ну, больше. Больше пяти выстрелили? Конечно. Но я даже не знаю, куда что. Я же говорил, что Инфинити видел, чтобы по Инфинити стреляли. Но куда? Перестрелка же была. Они за ним гнались. Трое убежали. Двое убежало, по-моему. Позже выяснилось, правоохранители работали под прикрытием. Они ловили группу барсеточников, за которыми давно велось наблюдение. В присутствии власника автора сбили в окно и выхопали в него сумку с особистыми речами. Под час затримания один из умысловиков надал спротив правоохранцам. Тому они змушены были застосовывать спецзасиб. Это пристрель для выстрелов гумовых боеприпасов, так званая резинка. Травматичный пистолет. Задержанного доставили в райотдел. Предварительная квалификация – разбойное нападение. В ходе операции пострадало трое правоохранителей. У них ранение средней и легкой степени тяжести. Кристина Немченко, Алексей Селезнев, Седьмой канал. За пропорциональную избирательную систему возле здания Одесской ОГА митинговали представители общественных организаций и политических партий. Утверждают, действующая смешанная мажоритарная избирательная система способствует развитию коррупции. И самая мажоритарка позволяет этим людям покупать наших граждан за гречку и такие и другие. Они работают на своих дельницах роками, покупающие людей. На жаль, на жаль, большинство украинцев не понимает сегодня свою ответственность, персональную ответственность за политику и за то, что происходит у нас в Украине. Общественники и депутаты подписали совместное обращение. Его передали представителю областной администрации. Это официальный повод для реакции государственной власти и для дальнейших процедур, которые связаны с государственным управлением. Подобное собрание проходит практически в каждом областном центре страны, отмечают участники. 17 мая в Киеве состоится всеукраинская акция в поддержку избирательной реформы. Ко дню вышиванки в столице прошел показ мод в этно-стиле. Участвовали в том числе и женщины-военнослужащие. Богдан Красавцев расскажет больше. В мастерском арсенале сегодня очень шумно и очень много людей в вышиванках. Все не так уж и просто, ведь 17 мая Украина будет отмечать день вышиванки. Сегодня состоится это показ украинских женщин-военных, которые служат или служили в зоне АТО. Вот как раз и начался показ. Я предлагаю посмотреть, как это все происходит. Студенты из разных регионов Украины тоже сегодня одели вышиванки. Давайте пообщаемся с ними, что они думают по этому поводу. Все знаю про цю сукню. Это, взагалі, 1920-х годов образ из Буковини, точнее Китсменский район Чернівецкой области. Взагалі, это очень удобно, не жарко. У меня, власне, составницкий костюм. Мой відрізняется тем, что лише в цьем было оздоблено на рукавах, а на подоле миссером. Это было в этом селе. Головный обзор называется «хода». Ось эта вышиванка, как вы можете видеть, этот орнамент, он из Львовской области, а точнее из Певночи. Мне не так часто удается быть частью этих заходов, а тут такая нагода. Я из Крыма. Женщины позируют в нарядах от украинских дизайнеров. Здесь очень патриотично, здесь очень шумно. Играет музыка, между прочим, живая. Так что вот так можно праздновать этот день в вышиванке. Богдан Красавцев, Юрий Рюченко, 7 канал из Киева. Интернет-маркетинг – один из лучших способов развития бизнеса, уверены эксперты. Но как предпринимателям не потеряться в бескрайних просторах интернета и найти свою целевую аудиторию? Об этом рассказали на тренинге, который проходит при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Подробности у Мишель Арманд. Стандартная реклама на билбордах уже давно неэффективна. Рано или поздно каждый бизнесмен задумывается о том, чтобы искать потенциальных клиентов в интернете. Все сидят в интернете, в фейсбуке, в соцсетях других, ищут там своих потенциальных клиентов. Поэтому мы считаем, что это очень важно, особенно для начинающих компаний, начинающих предпринимателей. Эксперты уверяют, самый простой способ развития бизнеса онлайн – контекстная реклама. Принцип работы такой – ты платишь деньги, а маркетологи просчитывают стратегию и запускают компанию. Там точно есть целевая аудитория, и тематика, какова бы она ни была в бизнесе, она должна быть представлена в интернете для того, чтобы привлекать пользователей и вовлекать целевую аудиторию. Чтобы максимально быстро получить прибыль от рекламы, важно выбирать удобные инструменты для развития бизнеса в интернете. Мишель Арманд, Алексей Селезнев, Седьмой канал. И пока это вся информация. Больше новостей смотрите в следующем выпуске в 16.00. Далее наш дневной эфир продолжит Татьяна Милинко. Будет интересно. Оставайтесь седьмым. Увидимся в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok